Продукт все подорожала, экономическая нестабильность, а цену на наш продукт не можем поднять, просто его не купим. Как нам быть? Результат работаем только на точку выручки, пока почти нет. Я не знаю, что сейчас делать, устроиться на работу и параллельно заниматься своим проектом, или полностью отдаться своему делу и верить. Дорогой наставник, можете, пожалуйста, дать совет? Правильная выбранная дорога с правильной стратегией, делительный период – это творит чудеса. Просто выберите направление и стабильно делите одно и то же, бейте по одну точку, длительный период, тогда у вас гарантированно пойдут результаты. Вот хочу начинать с бизнеса, но не знаю, чего начать или меня инвестировать в свои деньги. Наставник, можете вы показать, что мне лучше делать? Престное, сколько вопросов. Хотел открыть свою аптеку? Ему придется потом это делать. Прецепт, что так встать? Прецепт, что помогает больше количества людям. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели, уважаемые наши ученики. Спасибо, что смотрите рубрика «Вопросы до Влатова». Хочу ответить на несколько ваших вопросов, которые пришли к нам. Ставьте лайк, рекомендуйте своим знакомым, друзьям. Если вы читаете, что наша рубрика полезна, или она вам помогла, в комментариях, пожалуйста, пишите. Чем больше комментариев, чем больше лайков, тем больше просмотров и так далее, и тем больше людям становится интересна наша рубрика. И мы сделаем для вас еще больше и больше полезных видео. Дорогие друзья, хочу ответить. Здравствуйте, господин Авлатов. Можно в 2021 году заниматься продажей натуральной косметики от Китая, Кореи, Индии? В основном мило и шампуни. То есть получается миломойка, но не косметика декоративная. Что советуете вложение в пределах 50-60 тысяч долларов? Спасибо большое. Конечно, всегда можно. Люди будут митцар. Я хочу вам сказать так, что люди больше не будут жить грязи. Человек уже не может жить грязи. Человек не вернется в том, что было в его прошлом. Там то, что в палатках или юртах, или там в сарае, или где-то долго жили. Они не будут это делать. Это все остается как в виде экзотика. Просто поехали на неделю или на два дня, отдохнули, вернулись, или там, не знаю, на 10 дней. А так с этим все. Поэтому обязательно покупайте, используйте, открывайте. Самый главный правильный ассортимент и по силовому сегменту правильный подбор и правильное место. Если вы правильное место, правильная цена, правильным людям с выгодным предложением выходите, обязательно ваш бизнес будет продвигаться. Поэтому вам надо концентрироваться на это. Так что, то, что вы говорите, что стоит ли или нет, конечно стоит. Почему не стоит? Стоит. Доброе время суток, уважаемый наставник. Благодарю вас за ваш труд. Меня зовут Саид. Я занимаюсь инвестиционным проектом с элементами своего маркетинга уже почти два года. Он меня во многом изменил, духовно и внутренне. Кроме него я нигде не работаю. У меня сформировалась небольшая команда. Но заработал я за это время не больше 50 долларов. Потому что потребовалось время, чтобы я поменял себя. Чтобы зарабатывать, мне нужно некоторое время. Наоборот, забить о деньгах и строить команду. Но жизненные обстоятельства никуда не ушли. Все это время меня выручала семья. Я не знаю, что сейчас делать. Устроиться на работу и параллельно заниматься своим проектом. Или полностью отдаться своему делу и верить. Дорогой наставник, можете, пожалуйста, дать совет? Благодарю вас заранее. Спасибо, дорогой мой Саид. Я хочу вам сказать вот что. Если это элемент стовой маркетинг. Стовой маркетинг это такой бизнес, что для построения команды требуется время. Потому что стовой бизнес это командный бизнес. В одиночке вы его не построите. Вы очень большой ошибкой допустили, что вы пристали работать где-то на зарплату. Надо было вам продолжать работать на зарплату. И каждый день два часа заниматься с тобой бизнес. Вам надо было так делать. Но если вы сейчас, ну что случилось, случилось. Теперь как вам надо делать? Немедленно устроитесь на работу, на зарплату, чтобы вы не нуждались денег. Но каждый день два часа занимайтесь с тобой маркетинг. И я могу уверенно сказать, что через года полтора у вас появится замечательная команда, если вы каждый день два часа просто целенаправленно занимаетесь с тобой маркетингом. А по выходным, если хотите, можете увеличивать это количество часов работы до четырех или до пяти. Но в основном каждый день два часа надо заниматься. Фокусируйтесь после работы, пара часов заниматься с тобой маркетингом. У вас результаты будут гарантированы, если это вы делаете каждый день. Мы это называем стратегией капелька вода. Капелька вода, благодаря постоянству, побеждает камень. Как вы думаете, капелька вода, которая капает на одну точку, со временем камень, отверстие делает. Это медленно или это быстро? Я вам скажу, это быстро. Почему? Правильно выбранная дорога с правильной стратегией, делительный период, это творит чудеса. Просто выберите направление и стабильно делите одно и то же, бейте по одну точку, делительный период, тогда у вас гарантированно пойдут результаты. Вы мне, надеюсь, что вы мне поняли. Значит, вам надо сейчас устроиться на работу и каждый день по два часа заниматься в твой маркетинг. Хорошо? А почему на работу? Чтобы у вас был стабильный доход, чтобы семью кормить и так далее. Когда у вас будут деньги, вы будете более уверены в себе. Тогда вы легко будете продвигать инвестиционную программу. Если у вас будет стабильный доход, у вас проживание исчезнет, вы станете более уверены в себе, тогда дело пойдет еще быстрее. Здравствуйте, наставник. Мне 38 лет, работаю лор-врачом в Москве. Живу хорошо, но с зарплатой невозможно сделать пассивный доход. Вот хочу начинать с бизнеса, но не знаю, чего начать, или меня инвестировать в свои деньги. Наставник, можете вы показать, что мне лучше делать? Дорогой мой, у меня есть такой ученик, лор-врач, который город Казларде, когда пришел ко мне несколько лет назад, это, наверное, 5-6 лет назад, как раз у него тоже не было ни сбережений, у него тоже не было ни дохода серьезного, а он просто работал лор-врачом и так далее. С чего вам надо начинать? Вам надо начинать сначала, в первую очередь, создать себя имя. Это первый ваш. Если вы врач, вы должны себе создать имя. Мы же знаем, что к врачу люди ходят как к артисту, поэтому вам надо сначала создать себя имя. Фокусируйте, стать супер профессионалом, и тогда ваш рейтинг растет, и люди будут говорить о вас, и так далее, постепенно слух пойдет, и так далее. А потом предлагайте тот клинике, в которой вы работаете, чтобы вы работали на комиссионе. Не на зарплату работаете, а работаете на комиссионе. Как вы начнете работать на комиссионе, потолок уходит. Как потолок уходит, все дальше зависит от вас самих. Постепенно работайте, поднимайте себя. Значит, первый шаг, станьте брендом, создайте имидж, развивайте себя, станьте лучшей версией самого себя, лучшим лором в том регионе, в котором вы работаете. И второй, постепенно работайте на комиссионе, чтобы потолок дохода вы убрали. Когда потолок вы убрете, дальше у вас возможности и шансы от вас самого зависит. Вы тогда быстрее будете подниматься, можно сказать, под деньгами и так далее. Думаю, что любой руководитель или хозяин клиника с радостью поработал бы с известным профессиональным врачом. Потому что это же очень важно, очень-очень важный момент, чтобы совместная работа долго продолжалась. А салам алейкум. Мы с другом открыли точку фосфуда. Мы улучшаем. Продукт все подорожало, экономическая нестабильность. А цену на наш продукт не можем поднять. Просто его не купят. Как нам быть? Результаты работаем только на точку выручки почти нет. То есть прибыль скорее нет. Вы работаете. То есть получается, что вы постоянно занимаетесь улучшением. Постоянно получается, что сырье подорожает. То есть продукты питания подорожают. Но вы не можете поднимать стоимость вашего продукта, готового продукта. А себестоимость подорожает и так далее. Дорогой мой, добавьте какие-то дополнительные, какие-то, не знаю, соусы, сености, что-то угодно делайте. Но если вы занимаете фосфуд, фосфуд это количеством берется. То есть недорого надо продавать и количеством брать небольшой маржой. Но надо зарабатывать на количество. Если вот именно так можете активно в хорошем месте поставить бизнес, у вас дело хорошо пойдет. Увеличивайте количество. Тогда увеличьте количество продаваемых продуктов. Чтобы хоть небольшой маржа осталась, но массово, чтобы объемами брали. Это один вариант. Второй вариант. Тогда разделите два или три вида. Мы это называем метод три гамбургера. Метод три гамбургера, это означает, что одно маленький, одно средний, одно большой. Сделайте так. Тогда большинство будут выбирать среднюю. Это означает, что автоматически у вас маржа растет на какой-то ваш продукт. Вы можете просто два листья салата или какой-то кусок мяса туда добавить. Но цена значительная 15-20% поднимает. Тогда люди, если вы посмотрите вот так, соотношение первого гамбургера, средний или большой. Люди будут в большинстве случаев выбирать среднюю. И тогда автоматически у вас маржа растет и вы будете нормально зарабатывать. Метод три гамбургера. То есть одно маленький, одно средний, одно большой. В большинстве случаев будут выбирать среднего. И тогда вы будете зарабатывать, у вас пойдет прибыль. Дорогие друзья, напишите комментарий, что вы думаете об этом. Ставьте лайк и, пожалуйста, свои хорошие комментарии пишите. Если вы видите полезность в наших рубриках «Вопросы до Владова», почта под это видео. Сдавайте вопрос. С радостью к вашим услугам отвечаю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!